приветствую вас друзья в этом видео поговорим про танки за жетоны которые можно получить проходя боевые пропуски там уже у нас 11 танков во всем этом нужно разбираться чё стоит брать а чё не стоит танчики за жетоны у нас не премиумные обычные акционные прям какой-то слишком большой необходимости в них нет но есть тут несколько танчиков которые стоит взять чтоб с комфортом и кайфом понагибать на девятках расставил я танчики по рейтингу от лучшего к худшему давайте посмотрим что куда я поставил и так на первом месте у нас tiger mouse 120 тонн катался на нем недавно на пресс-аккаунте досылатель закалка турбина турбина считаю нужно ставить обязательно поскольку в turbo режиме а у этого танка два режима обычные и turbo танчик очень хорошо набирает скорость очень быстро едет мы можем занимать хорошие позиции причем делать это одним из первых это очень круто на таком вот большом бронированным толстеньком танчики приезжать быстро на позицию но в turbo режиме танк плохо поворачивает и криво стреляет turbo режим нужен просто для того чтобы сменить фланг или доехать до хорошей позиции дальше мы его выключаем и забываем за него в обычном режиме танчик хорошо стреляет пушка комфортно обычный маузан такой же как на скорпион g или на маусе хорошее пробитие быстрое сведение точность хорошая альфа нормальная урон набивается хорошо танчик хорошо танкует башней хорошо танкует бортом до лду щеки можно пробивать но никто не запрещает вам доворачивать башню из минусов заднее расположение башни и очень большое бумажное нлд которая легко пробивается даже не стоит им пытаться как-то там танковать что-то доворачивать она даже при очень там каких-то нереальных углах все равно пробивается мне танчик очень сильно понравился танк на втором месте это фейс-1 универсальный комфортный классный танчик который больше всего любит играть от башни хорошая пушка очень большое пробитие специальными снарядами кумулятивами тяжей он разваливает очень хорошо ставим на него досал стаб турбину и просто едем с кайфом нагибать он с турбиной очень хорошо едет орудие комфортное рекомендую этот танчик тем более что он по жетонам стоит немного это мой любимый танк за жетоны ну и третий танчик в котором я уверен это объект 777 такой танк уже не универсальный узконаправленной специализации это игра бортом в городе толстой гусеницы вы танковываем снаряды и от борта наваливаем врагам кумулями с хорошей альфой хорошим пробитием тяжеловато от башни подстроиться поскольку башня посередине корпуса находится у венов не так уж и много но вот в городе этот танк от борта разваливает очень хорошо так не особо быстрый в принципе это вот его узкое направление это разваливает в городских условиях вражеские тяжики тут он очень хорош этого три танка в которых я уверен который прям реально хороши каждый по-своему интересен они очень разные их я прям рекомендую в первую очередь брать дальше уже идут танчики с особенностями в которых уже на сто процентов не уверен на четвертое место я поставил кобру очень такой необычный танчик с барабаном фугасным который очень долго заряжается быстро крутится на месте быстро разряжает барабан но за счет того что на фугасе пробитие не самое высокое раздать барабан результативно нелегко нужно как-то из-под тяжка заехать но если это удается когда между выстрелами очень быстро и враги улетают просто за секунду в ангар танчик очень сложный очень сильно на любителя поэтому уверенности в нем особо нет и также он еще по жетонам дорого стоит поэтому это очень спорный на любителя танчик на пятом месте шарфутюр самый популярный танк за жетоны самый популярный танк на девятом левеле самый популярный танк у целевой аудитории если вы любитель играть в игру из кустов если большую часть времени в бою у вас на экране листики растительность кустики веточки деревья то этот ваш выбор долгая перезарядка между выстрелами у барабана в принципе долгая перезарядка не самая лучшая стабилизация не самое лучшее распределение снаряда внутри прицела делает этот танк в быстрых боях не особо стабильно результативным очень хорошая маскировка даже местами есть броня на влд за счет того что она имеет офигенный наклон но дырявая башня легко все равно пробивается влд чаще всего попадают случайно танчик очень сильно нравится целевой аудитории но стабильно хорошо на нем играть нереально поскольку в активном геймплее танчику мешает стабилизация долгая перезарядка слабая броня до какой-то там им бы ему очень далеко но целевой аудитории это не интересно нестабильное нагибание нестабильный результат также их не интересует стабильное влияние на каждый бой а вот игра с кустика это им самый раз поэтому видимо он им нравится может быть я не прав поскольку я не являюсь целевой аудитории можете написать в комментариях почему вам нравится шарфутюр поскольку статистам он не нравится вообще статисты на нем не играет поскольку на нем влиять на бой тяжело следующий танчик это китайский тяжелый танчик на котором легче повлиять на бой чем на шарфутюре но у него есть проблемы в том что большой и слабо бронированный корпус также не самая точная пушка но с огромнейшей альфой насколько я понимаю у этого танка самая большая альфа среди всех танков за жетоны неплохие воины крепкая башня но лючки конечно же там есть танчик прикольный но сложноватый и не самые бои поэтому не так высоко хотя принципе мне он зашел но много играть на нем не хочется поскольку он не такой выдающийся по параметрам как те танки которые на первом месте на седьмом месте у нас французский тяж у которого еще более дырявый корпус но более бронированная башня хорошие уэны стабилизация точность комфорт стрельбы просто на высоте танк очень быстрый но у него хромает перезарядка очень слабый дпм обычная альфа у тех же самых одноклассников тяжелых с похожей пушкой кд на секунду а то и на 2 быстрее если бы ему апнули дпм а не хп я думаю было бы веселее мне танчик очень сильно понравился но я понимаю что он слабый поэтому особо много на нем не стал играть хотя геймплей очень интересный дальше кунзе панзер на восьмом месте люди особо на нем не играют никому не интересен сложноватый танчик с какими-то там непонятными механиками ядра пневмоподвески эти танк абсолютно картонный полностью без брони и какой-нибудь леопард на девятом левеле который можно прокачать в тысячу раз лучше чем этот кунзе панзер да и там на девятом уровне есть еще и апнутые стэшки например м46 паттон по статистике самый лучший прокачиваемый танк 9 левела зачем нам этот кунзе панзер который в самом дне находится непонятно дальше у нас идет снова танк с гидропневмоподвеской на девятом уровне это немецкая пт-шка который в последнем патче испортили эту гидропневмоподвеску и во время стрельбы у нее прыгает прицел невозможно по врагам нормально пострелять это танчик после апа хоть и что-то там из кустов настреливает но в любом случае брать его сейчас нет смысла пока не исправит подвеску пока не перестанет прыгать прицел дальше у нас на десятом месте объект 590 у которого очень слабый параметр нет брони орудие вниз опускается всего лишь на 5 градусов пробитие 220 с хвостиком основным 260 с хвостиком там специальным очень слабое пробитие очень плохая стабилизация нет брони нету венов вообще танка по сути ничего нет кроме барабана с дозарядкой по сути параметры восьмерки какой-то так еще и альфа маленькая что это танк делает на девятом уровне за шатлоны я вообще не знаю такое ощущение что он тут инородное тело какой-то ну и последний танчик на 11 месте это очередная пт-шка если обратиться к статистике то за жетоны самые слабые танки это пт-шки у меня в рейтинге примерно они там же в самом днище поскольку ну они не популярны и никому не интересны и никто играть на них не хочет в рандоме их нет вообще к 91 пт-шки орудия вниз опускается всего лишь на пять с половиной градусов альфа 390 что как бы у пт на девятом левеле не особо то и много пробитие нормальное а вот точность 038 сведения 2 и 5 стабилизация 016 ну такое короче орудие влево вправо ворочаться по 10 градусов 1600 хп и броня которая не впечатляет хотя вроде как какая-то там есть руб когда бронированная там 320 миллиметров это класс но вот корпус там 150 170 миллиметров это какая-то фигня также есть еще небольшие лючочки сверху которые надо могут нас разочаровать короче ты на нем едешь вперед мучаешься с уэйнами с так себе точностью и как только ты хочешь чуть-чуть корпус показываешь а ты его скорее всего будешь показывать потому что у и на пять с половиной градусов те надо будет скорее все полностью выкатываться чтоб стрельнуть но тебя тут же будут пробивать в корпус в итоге этот танчик полностью мертвый никто на нем не играет чтобы на нем играли тут нужно альфа нормальная тут нужно броня в корпусе они только в рубке а так это вообще танчик не о чем не удивительно что он на последнем месте ну и подведем итоги танков за жетоны три танка в которых я сто процентов уверен тигр маус 120 тонн а и файс ван а также объект 777 вариант 2 это те танки в которых я сто процентов уверен еще есть танчики на любителя специфические это кобра и шарф футюр есть еще два танчика слабоватых но интересных мне по геймплею это bz 58 2 а также лорейн 50t но и абсолютно никчемные по параметрам kunze panzer k91 pt и компанзер 3 project 07 хк это закрывающие танки в самом дне конечно иногда на любом из этих танков можно стать где-нибудь и чё-то там настрелять если враги будут подставляться но в нынешних быстрых турбо боях не все танки стабильно хорошо влияют на бои и стабильно хорошо отыгрывают поэтому этот рейтинг вот такой и вверху первые три танчика в них я уверен что я буду в каждом бою очень хорошо показывать себя и влиять на исход боя а вот все остальные танчики там уже уверенности никакой нет на этом у меня все сам был арчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока